Мы сейчас пытаемся связаться с Денисом Клюкиным, это директор Рижской средней школы РИН уже. Вот с точки зрения администрации, с точки зрения людей, организующих процесс, какие вызовы стоят перед современным школьным образованием, и как COVID-19 повлиял на то, как проходит образование в школах сейчас. У нас устанавливается связь. Скажите, Денис, слышите ли вы нас? Слышите ли вы меня? Добрый день. Добрый день, и мы вас тоже слышим. Первый, пожалуй, вопрос. Мы только что закончили говорить с школьником, с Даниилом, и он, когда мы говорили с ним про образование на удаленке в Zoom, который сейчас проходит, он разное меня не высказывал, но в том числе он говорил о том, что уроки проходят иногда достаточно сумбурно, что понятно, потому что это непривычная вообще сфера и медиума общения. Вот в вашей школе насколько учителя уже сейчас, год спустя, как-то привыкли к такому форму образования, и как проходят уроки? Ну, однозначно я могу сказать, что сумбурных уроков нет, потому что уже действительно практически год мы работаем в режиме удаленного обучения. Система у нас за этот год фундаментально не менялась, то есть мы с первого дня удаленного обучения работаем по тем же правилам практически, как и сейчас, поэтому учителя, если даже весной прошлого года были какие-то трудности, то теперь уже они привыкли к новой ситуации, они вполне стабильно работают удаленно. Не скажу, что мне нравится эффективность в целом этого процесса, потому что это неполноценная замена очного обучения, но сумбура нет, учителя работают стабильно, и учителя уже достаточно хорошо адаптировались к этой системе. Учителя, а ученики, если какая-то обратная связь, как они теперь себя воспринимают? С учениками немножко другая ситуация, потому что те ученики, которые успешно учились очно, они, в принципе, продолжили также успешно осваивать материалы на удаленном обучении. Конечно, есть проблемы, которые связаны с нехваткой социализации, это в том числе и психологические проблемы учеников. И они достаточно ярко проявляются, и мы тоже это пытаемся отслеживать и каким-то образом со своей стороны поддерживать учеников. Но наиболее от этой ситуации пострадали ученики, которые не имели достаточной мотивации, и потеряв очный контроль в школе за процессом своего образования, конечно, дома они начали использовать эту ситуацию для того, чтобы уделять меньше внимания учебе, и, следовательно, результаты упали. То есть это очень хорошо прослеживается именно в ситуации с менее мотивированными учениками. Ходят разговоры о том, что в будущем, когда пандемия закончится, что удаленное обучение, оно в том или ином формате останется все равно в школах, по крайней мере, такое желание высказывается в Минтерсе образования, учитывая все плюсы, минусы такой формы. Как вам кажется, можно ли было как-то это в будущем использовать, вот именно такой удаленный формат, или все-таки в нем слишком много минусов? Ну, в принципе, в прошлом, мы говорим даже не про будущее, можем сказать, про прошлое. В принципе, все системы, которые сейчас используются для обеспечения процесса удаленного обучения, многие школы использовали и до начала пандемии. использовали эпизодически, может быть, не очень системно, но школы уже смотрели на определенного уровня дигитализацию, не дигитализацию, но внедрение вот именно таких удаленных технологий в процессы обучения, потому что сейчас очень важно ученикам дать возможность не только получать образование в школе, но и самостоятельно подготовить их к самостоятельной взрослой жизни и самостоятельно осваивать материал, и для этого, конечно, эти электронные средства очень полезны. Но как какую-то важную часть дальнейшего процесса обучения я бы не хотел видеть именно вот эти системы. Я надеюсь, что они все-таки останутся вспомогательными системами, а основной процесс обучения будет происходить в школе, потому что если мы говорим о каких-то исключительных случаях, то да, ученики способны 100% материалов прекрасно осваивать удаленно. Но если мы говорим о учениках в целом, о массовом образовании, то, конечно, прямой, непосредственный контакт, живой контакт с учителем, он играет фундаментальную роль в школьном образовании. Вы упомянули, насколько важно для ученика научиться самостоятельно работать, самостоятельно познавать какие-то новые вещи. И мы в первой части программы, у нас на связи была представитель программы Матитспекс, Ева Маргеевича Гринберга, и она в том числе говорила о том, что действительно не хватает сейчас по ее наблюдениям в школах того, чтобы ученикам давали вот этот навык самостоятельной работы. Насколько, как вам кажется, сейчас меняется это видение в школах, что если раньше это, может быть, не было такой важной частью образования, то сейчас это становится все более и более фундаментальным? Ну, во-первых, это стало не просто каким-то подходом, а это стало требованиями к школам. Да, то есть, политически называется Пашвадейтас Мацибас. Это один из критериев, по которым сейчас в Латвии аккредитовываются школы. Следовательно, хочешь ты этого или не хочешь, школа обязана максимально концентрировать свое внимание на предоставлении ученикам возможности самостоятельно осваивать материал. Хорошо это или плохо – вопрос очень спорный, потому что все зависит от целей, которые преследует государство в нашем основном или в среднем образовании, поскольку цели не особо определены, это очень сложно сказать. Но конкретно сейчас все школы очень сильно заточены под то, чтобы максимально развить самостоятельное осваивание материалов учениками. Цели не очень определены. То есть, вот скажем, та же, не знаю, программа «Школа-2030», на ваш взгляд, там недостаточно четко сформулировано то, что государство требует от школ? Что государство требует от школ? Очень четко сформулировано. А вот зачем мы подготавливаем учеников, не вполне понятно. То есть, требования к школам есть, а что в дальнейшем ждет наших выпускников, ну, мне лично не вполне понятно. То есть, цели образования, они весьма расплывчатые. Вообще, вы про программу «Мацит Спэкс», это программа, которая готовит учителей из людей, у которых уже есть высшее образование за два года, параллельно с практикой. Продолжатель, собственно, идеи программы «ЕСПМ-миссия». Слышали ли вы об этих программах и насколько, может быть, у вас есть отношение к ним и к такому методу подготовки учителей? Если мы говорим про такой метод подготовки учителей, я скажу, что это прекрасный метод, потому что, ну, это не совсем продолжение программы «ЕСПМ-миссия», потому что аналогичные образовательные программы были в Рижской академии педагогики управления до ее ликвидации, когда в течение полутора или двух, от года до полутора готовили учителей из людей с высшим образованием, да, и это, в принципе, скорее вытекло из этой программы, да, когда она была перенята Латвийским университетом. И наша школа участвует в программе «ЕСПМ-миссия». У нас работает один из учителей. Феноменально прекрасный, великолепный учитель. Человек, который высоко мотивирован. Мы очень рады, что мы стали участниками этой программы и что такой учитель пришел к нам в школу, да, и я могу сказать только какие-то хвалебные вещи о том, что дала программа нашей школе. Очень важен в этом плане момент того, что те люди, которые участвуют в этой программе, по моему мнению, имеют мотивацию выше, чем те люди, которые просто идут на педагогический факультет учиться. И, ну, на практике это заметно, потому что тот учитель, который у нас работает, абсолютно высоко мотивирован. Вне зависимости, когда она, ну, начало этого учебного года у нас было очное обучение, потом началось удаленное обучение, она была готова работать и очно, она полностью отдавалась и в школе, и теперь удаленно она тоже работает, поэтому прекрасная программа. К сожалению, очень мало мест в этой программе. Мы, например, заявляли еще учителей, мои коллеги, которые сейчас работают в школе, тоже хотели там обучаться, не получили места просто потому, что 100 мест. Но только-только все самое хорошее могу сказать об этой программе. А вы видите какую-то, может быть, вы можете сформулировать, в чем разница, если она есть, между учителями вот таких новых течений, я имею в виду, не обязательно, что это масса, это спекс, но, в принципе, более таких вот последователей современных каких-то педагогических течений и более традиционных учителей. Есть ли между ними разница? Ну, здесь скорее надо говорить о учителе, который горит своим делом, и учителе, который, ну, более ремесленный. И те учителя, которые горят своим делом, вне зависимости от того, они исповедуют какие-то особые педагогические, ну, адептами являются особых педагогических течений. Или они люди, пришедшие из профессиональной сферы, ставшие учителями. Или они классические учителя, которые пошли после школы на педагогический факультет и закончили его. Если они горят этим, если они живут своей профессией, то они прекрасные учителя. Поэтому в этом плане профессия учителя особо ничем не отличается от других профессий, потому что если человек посредственно относится к своей профессии, то и будет такой результат. Вы замечали, насколько тяжело учителям справляться со стрессом? И в том плане, вот как раз говоря, про любовь к работе и внутренний какой-то там огонь, как это меняется с течением времени, что, может быть, с новым стрессом сталкивается, с новыми какими-то обстоятельствами, все меньше и меньше и меньше этого желания? Не обязательно там в вашей школе, в принципе, вот по вашему опыту. Ну, профессиональное выгорание учителей – это проблема, которая была и до пандемии, и это проблема, которая всегда рассматривается, в том числе и когда молодые учителя учатся, получают свое педагогическое образование, потому что их молодых учителей сразу предупреждают, что, ребята, если вы не будете правильно развиваться, то вы сгорите на работе. Это такая особенность. Специфика работы учителей, врачей, ну, наверное, таких профессий. Но, конечно, учителя из-за высокой нагрузки, из-за чрезвычайно высокой нагрузки, которая связана с нехваткой учителей, и школы вынуждены нагружать учителей сверх, скажем так, нормы, учителя испытывают повышенный стресс. Сейчас в связи с пандемией и в связи с удаленным обучением этот стресс еще сильнее вырос, и это заметно по учителям. И здесь, в первую очередь, как решение этого вопроса, может быть только удовлетворение потребностей рынка учительской рабочей силы, то есть увеличение количества предложений учителей для школ, потому что сейчас очень мало учителей, и они объективно перерабатывают. Наверное, последний вопрос, потому что нам тоже уже, к сожалению, пора заканчивать. С точки зрения директора, который, судя по нашему 15-минутному разговору, готов открыть новым каким-то идеям, новым людям, новым тенденциям, и при этом не отца до старого, как вам кажется, в какую сторону следует развивать образование? Вот опять-таки программа 2030, вы там не всем в ней довольны, что следовало бы точно обозначить, чего сейчас не хватает латвийскому школьному образованию? Я бы не хотел говорить плохие вещи именно в стратегическом плане, потому что в стратегическом плане большинство целей обозначено очень правильно у нас в Латвии. Цель подготовки к рынку труда учеников уже на школьном этапе она абсолютно справедлива. Цель, скажем так, профессиональной ориентации в широком смысле очень правильная. Цель подготовки именно навыков самостоятельного обучения очень правильная. Здесь я бы хотел сосредоточиться в этом плане не на стратегических целях, которые абсолютно, ну практически все правильные. Самая большая у нас проблема сейчас это методы, какими выстраивается это достижение целей, то есть тактика. И здесь очень-очень много проблем, потому что, к сожалению, на государственном уровне у нас в лучшем случае занимаются симптомами, то есть как бы лечением симптоматики, а не каких-то причин. И главная проблема – нехватка учителей, которая создала сумасшедшую нагрузку на систему образования. И надо решать именно эту проблему, потому что все остальные проблемы, проблемы материального обеспечения, проблемы, связанные с педагогикой, с методическими вопросами, они, в принципе, их нет. Самая главная проблема – нехватка учителей. И вот в будущем надо концентрироваться именно на этой проблеме. И если мы говорим про программу MADS-Inspecs, конечно, либо эту программу, конечно, надо расширять, или увеличивать количество таких программ.